Музон представляет Ведущий Шаяхмед Маханбетхан Приветствую всех на Первом музыкальном. В последнее время грыжа межпозвонкового диска стала достаточно распространенным заболеванием, которое может серьезно повлиять на жизнеспособность человека. Лечение межпозвонковой грыжи следует доверить узкоспециализированному специалисту из области нейрохирургии. С вами доктор нейрохирург Шаяхмед Маханбетхан и это проект HealthZone. Оставайтесь со мной. Среди всех отделов позвоночника поясничный чаще всего подвергается образованию грыжи. Это связано с повышенной нагрузкой именно на область поясницы. Позвоночник рассчитан на нагрузки. Он поддерживает и стабилизирует тело в стоячем положении, обеспечивает полноценную свободу движений. При поднятии тяжести, неудобном расположении тела, сильных и стрессовых нагрузках, он принимает на себя основное усилие. Повышенное давление или неравномерное его распределение, а также сужение суставной щели при остеохондрузе ведет ко формированию сначала протрузии, а затем грыжи диска. Боль в поясничном отделе позвоночника можно делить на основные две группы. Это локальная боль поясницы, то есть ограниченная боль в поясничном отделе позвоночника, связанная с патологией межпозвонковых суставов, такие как артрозы суставов. Радикулярная боль по ходу нерва, то есть это распространение боли по ходу седалищного нерва, связанное с сдавливанием нервных структур на уровне поясничного отдела, именно грыжи межпозвонкового диска. Радикальное вмешательство используется в случае, когда необходимо освободить спинной мозг и нервы от сдавливания грыжи межпозвонкового диска. Одно из самых развивающих направлений в лечении грыж межпозвонкового диска в мире, и в том числе в нашей стране, это эндоскопическое удаление грыжи позвоночника. Это минимально инвазивное хирургическое вмешательство по излечению грыжи межпозвонкового диска, которое сдавливает спинномозговые нервы, вызывая боль и нарушая функции нерва. Эндоскопическое удаление грыжи позвоночника можно назвать закрытой операцией, поскольку она не требует большого открытого разреза. Пациенты уже встают на ноги через 3 часа после операции и выписываются на 2-3 сутки. Эндоскопическая операция по удалению грыжи позвоночника позволяет аккуратно и нетравматично излечь выпавший фрагмент грыжи диска, предотвратить атрофию мышц и паралич нижних конечностей, а также другие инвалидизирующие последствия болезней. Грыжа поясничного отдела позвоночника лишь на первый взгляд кажется не опасной. Именно эта патология может привести к полному или частичному параличу ног и расстройству тазовых функций. Для определения тактики лечения нужна консультация нейрохирурга. К сожалению, не все грыжи межпозвонкового диска подлежат эндоскопическому методу удаления. Такие осложненные формы и сложные расположения требуют дополнительные фиксирующие процедуры. А для того, чтобы не допустить осложнения заболевания, необходимо улучшить питание диска с помощью улучшения кровообращения и подвижности позвоночника. Улучшить мышечный каркас физическими зарядками для групп мышц поясницы, живота, таза, ног. Это комплексный подход и он требует настойчивости, изменения образа жизни, так как все хронические болезни требуют постоянного лечения и поддерживания. Я проведу тщательную диагностику для точного выявления причины боли и назначу комплексное лечение. А при необходимости проведу операцию по эндоскопическому удалению грыжи межпозвонкового диска с дальнейшей рекомендацией с учетом индивидуальных особенностей вашего организма. Я ведущий Шаяхмед Мохамбетхан и вы смотрели проект HealthZone на телеканале Муззон. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт и будьте в курсе самой актуальной информации. Всем здоровья в новом году. Пока! Ведущий Шаяхмед Мохамбетхан